Исэль Иван Кёльн, Студрюхаб для вас, Олег Мингот и Женя Слипсэм Вайл, G2 Esports и Астралийс вторая карта. Астралийс смогли на овертаймах закрыть пик оппонента, но и теперь Денюк, карта, которую G2 не играли в последнее время вообще. Но астралийсов пока что за последние три месяца обыгать никто не смог. Да, это Денюк, она осталась. Это просто, это реально жесть. И с точки зрения защиты вообще от какой-то, с точки зрения атаки у защиты G2 хотя бы какие-то шансы должны быть, экзистенс. Господи, боже мой. Кинес Экзистенс, легендарный капитан Экзистенс, хоронит Глайвай и делает квадрокилл. Боже мой, кто-то вообще сомневался или нет? Нет, он подащил два важнейших раунда для команды G2 Esports в окончании карты DAS2 практически основа времени, второй половины. И Экзистенс реально сейчас в G2 разрывает. Хотя Кинес, стоит отметить, очень хорошо открылся за дефент. На DAS2 такие там вешал штуки, там прям вау. И на допах, да, было, и в основном времени, да, было. Но старались там, опять же, что-то на лонг пушили, 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 пушили. В итоге до допов допушились. Но все равно победили, видишь. То есть G2 старались-старались против невероятных противников, да, играть. У них почти, вот реально почти получилось. Вот здесь вопрос, да, в Данюке вопрос теперь. Сколько шансов, сколько, сколько шансов команда G2. Но на DAS2 я тоже вот этот вопрос задавал, и при этом они отыграли реально неплохо. Будем смотреть теперь, что здесь. И я хочу отметить интересное сообщение в чате нашем, в Твиче. Человек с ником Happy что-то там, что-то там написал, что в этом чате нет хейтеров Астралис. Есть фанаты G2. Мне почему-то так это запомнилось, да, что действительно, я так подумал, у Астралис нет фанатов. Потому что слишком серьезная репутация, отлично играет даже те, кто топит за свою команду. Да, просто скучно, они так и смотрят, блин, наши против Астралисов играют. Ну, ну это Астралисы. Типа, другого варианта практически сейчас нет. Existence. Девайсы убирает с дороги. Четыре человека остаются у команды Астралис с пистолетами. Это 3D Glide, Чешка. Так как это Данюк, здесь все еще можно работать. Дюкри показывает, что все еще можно работать с пистолетами. Кенешап погибает. Что-то понимает, что вообще-то нужно отходить дальше. В Аквариум итоге прыгает, я слышу то, что стекло разбивается. Existence в раздевалке пока что застрял. Дюпри, вот не получилось сыграть на тайминге. Дюпри понимал то, что здесь будет противник, и надо убить его сейчас в голову. Но слишком сложно было. Existence уже на девятке под А. И, кстати, до сих пор 4 на 4, а остались 20 секунд. Надо действовать. Гранат нет. Решаются зайти на точку Б. Тут Бэхолсы. Шокса прошли. А дальше просто врыв на ноге. Пытается Existence занять Аквариум. 10 секунд времени. Смитц уже начинает проверяться в вентиляцию. Там есть кому прикрывать. Ну и, в принципе, бомба поставлена. Команда остались уже минимум сделала. Xypex наказывает бадди. А тут еще погибает сам Xypex. 2 в 3. Девайс один присутствует. Это МПшечка. Даже фармгана неполноценный девайс. И первого армора, что немаловажно. Два дегла. Остралицы могут подащить данный раунд. Неплохая работа. Забайтили. Смитца таким кроссфаром. И Existence тоже пытается выжить. У него МК 30% здоровья. Флешка, армор. Нужно просто щемиться. Да. Круто. Остралиц с пистолетами. Точнее, начиная с пистолетами. На последних буквально секундах поставили бомбу на B. И все сработало причем. То есть, вот буквально под самые-самые-самые еле-еле вроде кое-как. И как будто бы изначально, да, вроде и шансов-то не было. Но насколько все четко и грамотно реально сыграно по большинству позиций. То есть, у них карта, они не просто думают о том, мы пойдем сюда-сюда, и нам нужно закрыть этот проход. У них вся карта буквально в голове. Ну, в смысле, карта в нюк. И они понимают то, что вот этот сектор мы только что отбили нашей стрельбой. Вот этот сектор мы только что отбили нашей стрельбой. Мы можем реально пойти туда. И мы действительно успеем поставить бомбу. И сможем защитить как раз вот эти вот вектора направления атаки противника. То есть, ну, это до него катастро лиц в этом плане. То есть, на даст это ладно. Уже то, хотя бы это же французы, они все-таки умеют играть. Ой, а здесь какие шансы. Пока что один одет. Пока так есть. Интересный смоук. Показывает Шокс. Прямо под себя, под позицией. Экзистенс тем временем разбирается с девайсом. Николай падает. И дальше Смитс уже находится в спинах датских ребят. И тут еще и Дюпри пытается против нючки отработать. Шокси. Шокси с 5-7 забревает Экзипикса. Смитса надо бы ждать. Кеннис вообще на девятке. Слышали Смитса. Или не слышали? Нет, по-моему, Глэви слышала. Понимает, что где-то очень близко находится оппонент. Погибает. Смитс 3 в 3. Экзистенс через двери пытается шить. Очень неплохо получается. Но Дюпри просто в танце забирает одного. Бадди выходит на контакт. Тут же поднимает амочку Кеннис. Оставшийся один в два против Дюпри. 6 хп у Дюпри, но Глэви прикрывает своего тиммейта. И кран команды Астралис показывает два фрага. Три для Дюпри. Но в чате уже были рассуждения, что Дюпри вообще бешеный какой-то. И может что-то там. В форме. Да, в очень серьезной форме. В форме сегодня. Да, некоторые замечали, что Мау местами даже девайсы перестреливают. С точки зрения тех же самых позиций. Тех же самых позиций. Тех же самых, может быть, в каком-то смысле девайсов и так далее. Ну, в плане, типа, лучше, чем Николай играет Ридс. И может быть вот так. G2 вот прошлый раунд где-то тоже где-то рядом был. Вот прям совсем рядом пошло бы немножко по-другому все. Возможно, бы взяли Counter-Force на прошлой Force Коммун Астралис. Теперь они обязаны делать флэка. Мэр Джиск бывает в боди. Ну, на самом деле, опять же, я все сказал. Обязаны делать флэка. Это было и пистолеты, больше ничего нет. На что можно рассчитывать? Ну, особо не на что. Ну, на легендарного Егистинса можно рассчитывать. Вот в любом случае, видимо, делать килл, я не знаю. Наверное, Егистинс очень рад играть в этом составе команды G2. Потому что после того, как LDL-C его набрили, думая, что это им поможет сыграться по-новому, мы помним вот эти вот болотные попытки команды LDL-C, потом вторые болотные попытки команды LDL-C, потом, по-моему, третья какая-то, третья итерация была как раз самая последняя пару месяцев назад, и все. Как бы все уже досвиделось, уже хватит. Просто мучить труп. Вот. И теперь Егистинс здесь, в G2, я думаю, мотивации у человека реально хватает. Да, я думаю, что более чем. Там у нас в чате небольшой спор по поводу, едут ли G2 домой. Нет, друзья. Обе команды уже в плей-оффе, никто не падает даже в нижнюю сетку. Просто одна проходит в полуфинал, другая в четвертьфинал. В случае проигрыша в этом матче. Так что никто домой точно пока не едет. Но, как я уже говорил, одна из команд в случае победы здесь, во-первых, надо ступеньку прыгать выше, во-вторых, у них есть один день отдохнуть и посмотреть за играми возможных оппонентов, которые будут с ними в полуфинале. Так что есть небольшой плюс. Астралицы отдыхали уже один день, когда команды другие играли, потому что верхняя сеточка была под контролем. И там еще нижние пока игрались, и другая ситуация была. G2 вроде тоже отдохнули один день. Ну и, собравшись силами, будут бороться здесь. Главное, чтобы силы G2 не закончились на дасте втором. Это будет прям печально. Смитца выгоняют Молтон. Смитца может не уйти. Ты потерялся в трех соснах, Дубордо. Ну что ты за Дубордо. Ну ты потерялся в трех соснах. Кеннис отвечает на Гзипникса. Вот это вот обида реально. Ну то есть это даже ему в самом обидно, он сам это понял, что, наверное, просто отфейспалмил там. Эх, Маджиз, конечно, по Шаксевичу проходится. Бадди Кеннис и Экзистенс остаются втроем. Все еще Депри может минуснуть Экзистенс и так и получается. В большинстве команда Астралис теоретически может выиграть этот раунд, но даже Кеннис не может на гранате поймать. Понятно, что очень умно делают ребята из Астралис. Ты знаешь, это просто была такая реакция, наверное, у сгоревшего смица. Ну вот, опять сгорел на работе. Бывает, да. Бадди не отпускает Кеннис 19% здоровья. Знает, что где-то Кеннис ныкается, что не разбивается тем временем Кенни, но успевает на лесенку пробраться. И, в принципе, с 19 хп снайперской винтовкой просто движется в направлении спауна Теровского и будет там сэвить свой Magic Stick, который уже не Magic Stick, просто АВП Азимов. Ну, слишком просто, но Кенни мог бы как-нибудь назвать, потому что раньше называли Magic Stick'ом все, что было даже не АВП. Пистолет Magic Stick, нож Magic Stick, не знаю, там, дробовик, Magic Stick. Голосебная палочка. Палочка. Есть exit-фраг по Эмилю, есть известная позиция Кенниса, но все равно его сняли, все равно через моменталочку, прям в лицо, все хорошо получилось. Ну, потерялся смит, правда, сейчас тут тоже немножко, немножко это самое, рафлянет. Понятно почему, то есть реально туда-ни-туда-ни-туда-ни-сюда и вот все, да, и как-то и погиб. 1-4, дорогие друзья, это атака от Astralis. Я напомню вам, что Astralis начинает... Это Nuke, это Astralis, я тебе больше скажу. Да-да-да, это они начинают еще не на защите, уже четверка есть. Команде Astralis, вообще-то им четверки хватило бы, но это только начало, но вообще половина, первую половину прошла, вот так что, точнее, даже еще не прошла. Вот, и возьмут, конечно, больше. Вот, я на самом деле, на Nuke я, правда, не знаю, сколько шансов у команды G2. В плане, я не знаю не потому, что я не знаю, я не знаю, потому что их слишком мало. Вот это вот как раз проблема. Тут я с тобой соглашусь, опять же, я приведу статистику, что у G2 не было сыграно ни одного Nuke за то время, сколько ребят бегали вместе, и это большая проблема. Типа, против Astralis, Nuke играла только лишь команда Ence на Кёльне, и там 5-16, Ence даже не пытались бороться. То есть, там было все в одну калитку с самого начала, и никакой интриги абсолютно. Девайс простреливает Existence, погибает легендарный капитан, Xepex находится с меца, но в этот раз хотя бы не сгорел, а просто погиб. И даже не хэдшотом, это прибавляет ему немножечко. Баллов 3 в 5. Экономические для G2 Sports, 2 по 250 остается, плюс Diggle, без арморов, без флешек, но, как факт, нужно хотя бы парочку девайсов выбить, чтобы, ну, немножко, хотя бы экономику Astralis опустить. Потому что на Дасте втором, на первой половине, мы видели, как Astralis много-много раундов брали 5 в 0, наращивая себе, и вот тот буст по экономике был сумасшедший, поэтому G2 просто не могли взять и сделать то самое, что привело бы их, наверное, даже к более выгодному счету, и, возможно, даже победе на Даст 2. 4 раунда не хватило французам, хотя все равно успели побороться. Здесь же Astralis за атаку и бустить экономику намного проще, чем за защиту. Тут бы как-то попытаться побороться. Мажиск! Ну, Кеннис встретил Мажиско в лицо. Кеннис отлетает уже со всех сторон. 1-5. Пятерка за Astralis здесь влетает в итоге. Правда, есть бай, из денежка у команды Ж2. Шокс будет себе братьям к четвертую, плюс еще таки в лар, плюс дофюске ты, наверное, третий. Нет, все-таки зажигательный гранат решает взять. Кстати, вообще-то 900 баксов. А какие-то брать не будешь? Или вам? Двоих хватит? Двоих хватит, решает команда G2. Окей, допустим. Ну, и в ответ даже трофейный М-ку Глэйва. То есть он даже на калаш не меняет, но так нормально. Ну, вообще, да, хватает Шокси. Находят Кенни, дают ответный фраг по Дюпри. Одного из самых страшных и ужасных забрали. Флэшка хорош на улице, но Кенни отворачивается, тем временем теряют бази, пока та флэшка летела, Глэйви успел просочиться в бэкхоллс, а Кенни даже не понял, что это случилось. Слишком резкий капитан команды Астралис, как ветер промчался, Кенни, вот если бы его прошли, обошли через ангар, Кенни был бы уже трупом. Но Глэйви решил просто выйти на Б-плэнт, а информация была, что вроде никто не прошел. Слишком мало времени прошло. Как-то, ну, я не знаю, дай бог, здоровья G2 сейчас. Да, 3 в 4, ребята дальше продолжают. Глэйв уже заходит спокойно на Б. Без бомбы пока что, но в любом случае, где-то, например, в темке Б-плэнта можно очутиться, за синими ящиками можно посидеть, подождать вообще своих. Кенни понимает то, что там у нас надмита происходит, что там у нас под радио-то происходит. И в итоге погибает Кенни, от Глэйва, как раз того самого, который прошел насквозь и просто вышел снизу, потому что там вообще не ожидал. Гзипник снимает экзистанса, Смит остается последним. И 1 в 3. Вообще-то, и это сейф. Вообще-то, ну, ничего больше, никаких вариантов все-таки, если честно, больше нет. 1 в 6. Итоговый счет у нас будет. И мне интересно, на самом деле, как там вообще, как там вообще что. Ага, Смит с 05. Грустно, грустно. 1 в 6, 2 в 6. Это я про Боди и Шакса. Ну и старается Кенни с Экзистанс. Легендарный. Капитан Экзистанс, не забывай, это важно. И, ну, все ровно у команды Астралис. Здесь Дюбритоп и Фракстатерс 11. Остальные 4 или 5, соответственно. То есть, все очень близко здесь. И что делать? Как жить дальше? О, первый фраг для Смитца. Да есть же ж! Ну, не такой важный, как, наверное, стоило ожидать бы от Смитца, но там были неудачи. Возможно, в дальнейшем, где-нибудь в окончании половины мы увидим какие-то более своевременные фраги от большинства команд G2, потому что Бадди 1-1-6, хотя в какое-то время Бадди был одним из лучших на французской сцене. Он там бегал, убивал, вообще его никто не мог остановить. Шокса мы также не видим, как хотелось бы в роли демэдж-динера, вроде, в роли убиваки вообще. на Нюке некомфортно. Ультимативный пик Астралис против G2. Вот честно. Ты тоже это сам, на самом деле, сказал, статистику подтвердил. То есть, команда G2 здесь буквально, буквально обязана проигрывать Смит, что творит-то? Господи, он делал трипл-кил. Девайс и Глэйф, остается последний. Девайс падает. Что там, кто про Бадди-то в чате и Смит-ца говорил? Пожалуйста, дорогие друзья. Я говорил. Да, Смит-ца и Бадди-то. И в чате тоже писал, что ребята, не очень, да, как бы, хейтил. Да нет, на самом деле. Так вот. Ой, Смит, конечно, большущий молодец. Это Дюбардо-то-дюбардо. Никогда не поймешь, о чем там речь-то была, божечки мой. Чисто технически команда G2 Esports прям уже императивно проигрывает этот Днюб команде Астралис по сути. То есть можно сказать, вот прям на серьезных щахах типа все, Астралис побеждают. Но, дорогие друзья, вот серьезно, вот как некоторые ребята в чате пишут, типа не хейтите G2. Это правда, потому что они реально очень неплохо отыграли Дедаст против Астралис, простите меня. И вот насчет сейчас, ну, смотри, так, и Грисданс, да, справляются с Дюбре. Хорошо. Французы почувствовали какую-то, не знаю, кровь, запах победы и пошли душить. Смитс погибает на Бадди на размене моментально. Глэйви и Девайс вдвоем. Погибает Девайс и Глэйв остается последним, но убивает Экзистенца. Хотя бы вот так экономику постепенно срезать. Астралисы по-прежнему имеют возможность закупиться. У них, во-первых, будет два подряд проигранных. Глэйви, ну какая граната, братан, тебя же было видно. Ну, я не прочитал, наверное, все переменные здесь, то есть слишком много людей выходило, он хотел хоть кого-то там подзабрать или как-то напугать, но все вместе вышли на него. В итоге, и да, это третий от команды G2 в защите. Остались буду ставить эту паузу, понимая то, что, ребят, что-то вы расслабились, что-то вот французы нас на самом деле вообще-то очень-таки неплохо стреляют и в индивидуальной работе и по некоторым позициям уже. То есть команда G2 и спорт начинает постепенно работать на карте Данюк. Вы спросите меня, например, почему они вообще могут работать на карте Данюк? Скажу я вам, Existence, дорогие друзья. И шутки-шутками про легендарных капитанов, вот это все, бла-бла-бла, рафлянки, но я серьезно, Existence в первую очередь. Конкретно именно он, потому что LDL-C, потому что Данюк прошлый. Это давно было, но я уверен, что Existence все-таки катал новый Данюк, он как бы в курсе. Поэтому посмотрите просто на фракстат, чтобы вы понимали, что происходит, да? Десятка у Existence. Почему? Потому что в курсе, что за Данюк вообще, как, где здесь, как играть. И вот это очень важно, и, ну, все надежды, понятно, нельзя, да, то есть на капитана бросать. Это просто один человек, как и все. Так, это вырыв на Аплент от Дупри, Дупри погибает от Ватти. Ну, это хорошо. В принципе, это уже неплохое начало, но, опять же, против пистолетов от Астралис, по-моему, нас не было в первой карте таких раундов, где бы брались бы фарсы, и брались бы экономические раунды. Все было чисто на девайсных, и где-то, да, было пот, но с другой стороны все прошло, как по бумажке, не знаю, по учебнику, типа, у них пистолет, и мы берем раунд, и так все и было. Здесь подобного тоже, а нет, форс здесь был, ру, форс, как раз взяли Астралисы, на Дасте такого точно не было. Опа! Нормальная плюха, но от Кени Шараба сразу же прилетает в ответ. Дипникс и Двайс остаются вдвоем. Я бы сказал, что не очень много хп. Двайс, правда, будем его поставить, это плюс 800 долларов. Каждому Дипникс там Денисов похоронил. Николай Витц, и Хойслет остается последним с АВП и Чешкой. Вот насчет АВП сложно, он слышит. А, он и не пойдет, он и не хочет отдавать АВП, но находясь... Чего? Сношающие по лестнице, а там был он оппонент? Чего вообще? Да ты что-то делаешь, господи, демон. Это просто, ну это жесть какая-то, но это Дефьюз от Шахса. Нет! Это не Дефьюз! Это не Дефьюз от Шахса! Один в три! Хойслет, один в три! Там не было китов, там не было, это был 10 секундный Дефьюз. Это мертвая ситуация, просто мертвейшая СВП, он в вентиляциях, никогда я бы не поверил, мне бы поставили ставь хату на этот раунд, я бы три поставил хаты, потому что невозможно, невозможно, астралийс поставили паузу, чтобы выпить шампанского. Отвечаю за базар, серьезно. Господи, боже, что это? Это, это, это как? Он, я знаю, что он лучший в мире, но чтобы настолько лучший, это, это, это просто, это, вот, тут слов просто не подбирается к тому, насколько Гзипикс хорош, я тоже думаю, что он уже сэвит снайперскую винтовку, к нему приходят в гости, забирает одного, дальше вгоняет чувака с вентиляцией, тот поднимается вверх, спускается вниз, Гзипикс с ноускопом забирает одного, на таймере, на удифьюзующего, одна секунда, и просто в спину прилетает патрон. На 0,5 секунды, Гзипикс! Да, 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 в том прикол, чего вообще, как? То есть, то есть, как вообще он мог полезть, чтобы это склочировать, что у этого человека в голове, это какой-то гений, я не знаю, ну то есть, мы все знаем на самом деле, боже, как он хорош, я серьезно, это даже не комплиментно. Все, Гзипикс пошел дальше рулить уже, говорит, ребята, я в хорошей форме, все, выпил шампанского, пузырьки ударили в голову, и пошел крушить дальше. Но это 2 в 2, 2 в 1, Шокси находит фраг по Дюпри, надо выдохнуть. Всем, и G2, и Астралисам, и зрителям, и нам с тобой нужно выдохнуть, последний в этом раунде против двоих, там флешка, в этом раунде на всех троих ребят, в обеих командах, Нотен Молтов, можно Глэйву подобрать этот самый, на эту самую гранатку, и отправиться, может быть, даже на точку Б, оба игрока защиты находятся, опа, да, все, хотя бы бомбу, и теперь воскресить Гзипикса, поднять щиты, и выиграть раунду для команды Астралис. Герои не умирают, оно самое, Глэйв поставит эту бомбу, у него позиция, ребята из команды ЖТУ и Спорт, против Шокса и Экзистанса, но то, что Экзистанс живой, это проблема для Глэйва будет, Шокс в итоге снимает Глэйва совершенно спокойно, режет пол, потому что недовольны ребята, то, что от хуряха отлетели в прошлом раунде, но, ребята, это клип реально, то есть делайте клипы, выкладывайте вообще везде, где только можно, это просто, боже мой, это очень хорошо, с точки зрения того, то, что человек с АВП против трех оппонентов, я вижу, я понимаю, что пишет чат, я вижу, что там вот этот, ЖТУ сыграли, как третий лейвл, фейс, это вот это все, но это профессиональные киберспортсмены, вы остаетесь один в три, у вас АВП, АВП это вот это, да, и что у вас в голове обычно, что, я полезу, что ли, то есть я бью одного, меня второй разменяет, что у, если это обычно, ааа, бацаны, нормально пойдем, как бы такая тема, это сработало, то есть я не знаю, это просто овер какой-то, конфидент, сверхуверенность, да, и прям, это раздавили, это просто морально, вот растоптали, раздавили, перетерли, в овощной, на осенний салатик превратили, 4-7. Ну тут попытались, опять же, астралицы в прошлом раунде ворваться и устроить Марапупу, но остановили их G2 Sports, там, XZPX сделал два фрага, также XZPX 10 на 8 сейчас идет, но какой же раунд, потащил, это был экономический для Астралиц, и мы должны были закупаться только в следующем, но, случилось все это немножечко попозже, Астралицы взяли третью паузу на 12-м раунде, что нетипично для команды Астралиц, и для них обе стороны являются приоритетными, да, уже 7 на атаке, защита у них в железнобетонной, и вообще можно не париться, для тех, кто ставит, делать ставки, для тех, кто верит в Астралиц, например, как я, хотя в этом матче я больше переживаю за команду G2, потому что я вижу потенциал этих ребят, но в какие-то моменты кажется, что действительно ребята не доспали, не доели, возможно, и этот контр-страйк сейчас является, наверное, одним из интереснейших в плане командной работы, тут Кенни, с какой бы мог отвесить, сейчас Мидс находит фраг по кзификсу, выбили самого жесткого, Кенни разворачивает кабину Мэйджиску, это уже 3 в 3, молотов горит, Глейв пытается с чешкой уйти, получает 9 демоджер, девайс на аквариуме, Дипри просматривает продолбленные просто дупла в этих дверях, но опять же, Б-плент абсолютно пустой для Астралицев, которые могут поставить бомбу и, ну, попробовать сыграть в меньшинство. Глейв, пока что на вилке, со стороны плента уже, Глейв как обычно, то есть вот эта дырка у команды ЖТО они пропускают на Б-плент Глейва, Шокс уже в курсе, то есть он уже смотрит, что Глейв был там, Кенни саму передал с некоторого прошлого раунда, что, мол, Шоксевич, лучше смотри, потому что там что-то гуляет у нас на Б-пленте дырка, я не знаю, что произошло, вот, и Шокс как бывший, опять же, Айджел, но они вместе, скорее всего, с экзистенсом работают, да, вот он, соответственно, смотрит. Проблема в том, что террористы заняли Б-плент, то есть они не поставили бомбу, но они уже Б-плент заняли, Глейв снимает, а планета спокойно, совершенно просто, вальяжно уходит назад, туда еще флешки, с другой стороны флешки, конечно же, пугается человек на рампах, дверь открывается, на раковина труп, господи Иисусе, просто кровище море, вот это все, томатный кетчуп, боди остается последний и проигрывает перестрелку господину Двайсу, это 4-8, первая половина выигрывается командой Астралис, но это дефолт, типа остается Астралис 3-5 и забирают 3-5, никого не потеряв в дальнейшем раунд для себя, такое на Дасте тоже мы видели, по-моему, 2 или 3 раза точно, это было, что и сейчас, то же самое происходит, при том, что Астралис имели, по факту, только 2 девайса, и эти 2 девайса зарешали полностью, тем более, что там было прикрытие, отличная парная работа, и вроде двое заходили с раздевалки, одного убили, потом Дюпери перевел свой взор на рампы, и вдруг подошел Николай Ридс, начал там убивать людей, опять же подходящих, тут Бадди уже психанул, новую себе купил, ну такой, ну как их вообще останавливать, ну может быть снова хотя бы получится кому-нибудь пропесочить там разочек, да, сложно, конечно, это все, и так, новая, у Бадди, скаутка у Смитса есть, ну и пару пистолетов, два деклада, Юспик, Смитс, около кредиточки, кстати, от ящика работы, и говорит, просто плюх ставят, Смитс летает, жесткий, что-то Астралия, механически жесткий, тактически жесткий, стратегически жесткий, индивидуально в клатчах, у них хорях есть, какие проблемы вообще, команда мечты, какая-то, дымчим реально, так, Кенни все-таки, Дюпери убивает, и, что, конкретно, что Атака будет делать, то, что Атака понимает, что у команды G2 дырка на Б, и они опять, походу, да, идут на Б? По всей видимости, да, если на Дасте у них, Б-плэн был, не в приоритете абсолютно, то здесь, Б-плэн, 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 при том, что Б отпускают G2, дают играть, Бази попадает, а Меджеску, но Эмиль не погибает, посмотрел, что здесь ново было, да, смех какой-то, 4-9, но французов, по-прежнему, нет денег, будут закупаться только, на последний раунд, первой половины, и вполне может быть, что будет подобный счет, как на карте ДАС-2, но я не сомневаюсь, что получится такой же исход, как на карте ДАС-2, что за атаку, джету начнут кошмарить Астралис, и вначале они такие, ну ладно, у нас как бы одна пауза, давайте подумаем, под напряжем Зоника, покормим Зоника, и он нам подскажет какие-нибудь интересные стратегии, нет, ну в коем разе. Зоник подскажет, и все, и сразу Астралису затащит прямо эту карту, потому что Зоник вот такой молодец, на самом деле, не, конечно, опять же тренер, но и эмоционально его очень поддерживающий, это очень важно. Дюбри, Мэджис делает покелло, три пистолета остаются в стане команды Жуту и Спортс, Дебадди, Смитс и Кеннис. Бомба поставлена, но здесь уже выбрали немножко другой план, то, что здесь на МГБ видимо было, Смитс в бочину от Глэва получает, Кеннис на аутсайде, пока что около А-мейна. Вариантов, ну, здесь вариантов нет, это понятно, будем ждать, конечно, следующий раунд, просто вопрос, может кого-то заберут еще. Может быть, получится, но это уже не важно, у Астралисов денег довольно много, смогут позволить себе и АВИК, и Калаши, и вообще все нехорошо, Глэйв, я даже думаю, что свапнет Эмпу на что-то более серьезное, типа Калаша, может быть, второй АВИК, хотя на нюке зачем им второй АВИК, если один-то не всегда пригождается, а просто залетает на одну из точек и дает свои фраги. Бадди подавляет Мэджиска, но сам не уходит, еще взрывается от бомбы, что, наверное, расстрелок ему от Астралис, потому что нужно было еще фрагов чуть-чуть подзаработать себе, но Бадди погиб смертью храбрых. Вообще, на самом деле, вот по поводу команды G2 на Кельне и, может быть, еще где-нибудь, это очень-очень пока что перспективный интересный вариант, который, в смысле, если раскроется еще побольше, это что-то типа топ-5, наверное, в рейтинге Хилл ТВ и что-то типа топ-4-топ-6 команд в турнирах. Ну, то есть, может быть, до тройки доберутся, я пока не уверен, поэтому я не вижу, занижаю ожидания. Шокс убивает девайс, это реально нравится, реально приятно, реально они это могут сделать. И 4 в 5 пока что для Астралиса. Пока, да. Николай опять же погиб, почему-то вот все реже-реже девайс светится, Кенни мажет такой простой ситуацией, где его даже не видел враг, Хемеджес добивает Шокса, 4 в 4, но Кенни мог бы, наверное, разобрать кого-нибудь из датчан, тут у нас уже стоит бомба, Гзипикс, там пробрался за бокс и Смитс, его видели, Гзипикс, что творит, откуда он знает, он на запах его берет, что ли, какого черта, Бадис забирает его, Глей выбирает Кенниса, 2 в 3 для датчан, и, ну, ну погиб Гзипикс, погибла надежда команда, хотя нет, Дюпри еще же. Погибла, да, Дюпри, кстати говоря, действительно есть, но Дербаня, Дербаня, Дюпри не ведется, он просто спокойно посмотрел, почему он в Дюппе, и последний остается Глейв, вы до фишек-то будете? Там китов нет, там китов нет, Глейв, просто топи, вот так, зачем топить, если, все, то есть он такой, слушай, Хойсли, ты мне подскажешь, вот твой связь с космосом, где там он стоит, и Андреус такой, а, что, где-то здесь, давай пульку вставь, пулька вставляет, нормально все получается, 4-11, пользует команда Астралис, но, я бы сказал, реальный результат, опять же, мы напомним то, что просто Астралис попадут в полуфинал, а G2, соответственно, в четверти, очень, вот, еще раз, просто прям, постоянно буду об этом говорить, следите за G2, ребята, интересно, как на Кельне, вот правда интересно, как будут договорить, Астралис-то понятно, до финала доберутся, какие вообще вопросы есть, к ним вопросов нет никаких, там, тем временем, на параллельной трансляции, на основном канале, Нави против Энси сражаются, у них две карты, было 14-16-14, каждый взял свою, но с большим провалом, и треском, сейчас у них карта, также Денюк, но там третья, у нас вторая, немножко подзатянулись, у нас матч на втором канале, Мэджиск, Дюпри, что творят-то, господи, вдвоем, всех пятерых, потеряв Глейва, трипл, для Дюпри, даблкил, до Мэджиск Боя, и этот пистолетный раунд, был абсолютно бесшансовым, 4-12, но и по-моему, тут уже песенка спета, и где-то Джету, наверное, мысленно уже готовится, к тому, чтобы пойти отдохнуть, выпить кофеечку, где-нибудь там, багет скушать, да, с каким-нибудь, особенно французским кофеем, этих вот сочных булок, да выпить чаю, французских сочных булок, 4-12, все же, все же, все же, так, форс от команды Джету, 3D-глаб, из чешка, плюс скаут-райфл, о господи, боже, мой Глейв, пожалуйста, точнее, вообще-то Джету, вы чего заснули, если еще Глейв здесь выживет, если, серьезно, то есть он так останется, вышей, если уже некому убивать, бодипады, последний, если Глейв выживет до самого конца, это будет просто космотория чудес, чудеса, так, но в максимуме погибает, да и выживает, ясно, понятно, 4-13, которые, в принципе, превратятся в 5-16, 6-16, или еще меньше, ну, вообще, да, бесшансовый предстоятельный раунд, 5-0 на антифорсе для Астралис, и сейчас полный экономический, только глаки, ничего более, и только борьба от девайсного раунда для французов, но и там не факт, что получится, Экзистенс добирает себе по 250-й, поможет ли в этом раунде, я сомневаюсь, там Дюприз, МП-шка готов уже врваться в стройку и давать, всем кому угодно, что угодно, практически, по голове, ничего, не важно, в принципе, пармить особого смысла нет, я не думаю, что потребуется суперфарм, девайс снимает с митца, может еще и кенеца не отпустить, взрывает голову, бадди, Мэджиск бой, и пошли дальше, 7 хп, Глейв выживает, Шокс находит, Мэджиск бой, Глок работает, Зипикс видит, слышит, убивает, и остается последний Шокс, Юмп-шкой, но может быть, случится чудо. Давай, Шокс, давай, Мужик, 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 дважды Мужик, хорошо, берет М4А4, 4 хп у него остается, четырежды Мужик, и один в два, все-таки, Ришард Папиен, будет пытаться здесь что-то сделать, это будет сделать, вообще-то, очень непросто, и он, правда, с бомбой находится, и здесь поставили вот эту вот, панельку, для того, чтобы через бочки нельзя было, посередине простреливать, панелька очень полезная, Шокс пытается, забайтить оппонентов, чтобы они выходили, но они не будут, потому что им нужен звук в постановке бомбы, и Астралис, вот Астралис для этого реально умные, то есть, на это они не поведутся, к сожалению, кстати, Шокса. Да, пока не слышат постановку плента, не дернется вообще, ни волос, ни уз, хотя все бриты, команды Астралис, значение, не имеет усатых парней, в отличие от коллектива, Го Цент, но почему-то Шокс решил, пойти в пристройку, найти какой-то контакт, для себя нашел, но 4 хп, не позволил ему жить дольше, чем это было, предопределено, фактически, хотя мог попробовать фейкануть с установкой плента, мог бы поставить даже бомбу для своей команды, Астралис, зная их, даже мы с тобой, зная их, оставили бы до последнего, и пошли только вдвоем выбивать, а не дергать по одному, и как-то вот, отрабатывать. Они стандартно, ставь себе бомбу, мы сейчас придем, и... Да, мы придем, и выкручим тебе лицо. Либо под анимацию бомбы, тебя убьем, например, либо на витейке, как бы убить. Ну, то есть, они просто играют, вот в такой, математически верный шахматный контрстрайк, и нельзя, нельзя что-то против сделать. Так, Глейф минусует экзистанса, ну, потому что это просто оптимальнейший вариант, судя по всему, получается, что так. Так, 4 человека у команды G2Sports остается, Двайс, интересная позиция, у Двайса на секрете, она очень агрессивная, но Кеннисон похоронить может. Опа! Ой, 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 как опасно. Мне сразу вспомнилось, играя на Денде с этим ружьем, где собака вылетала, если ты промахиваешься, и начала на тобой губиться очень сильно. Вот тут пример то же самое. Кзипикса нашли, убили, не справился Андреас, тут же Кеннис, АВП, перестреливает Глейва, пойдет дальше, по-моему, сейчас в одного француз кошмарить команду Астралис, но знает про Двайса, знает, что спину можно отпустить, и это будет провалом. Дюпри находится у нас на пристройке, будет смотреть также Мэйн, а французы даже без бомбы, пока разгуливают по карте Денюк и ждут, а Дивайс тем временем сидит. Б-планет абсолютно отпустили Астралис, когда делали Джиту в первой половине, играя сами за сторону защиты, но, может быть, Джиту не поймут, что там Астралисов и нет абсолютно. Мэйн, бой, убивают, убивают, смитца. Кеннис и Шокс остается вдвоем, Шокс, Кеннис все-таки убивает Дивайса, Шоксевич падает, Кеннис последний, один из-два, снайперские винтовки против двух Райклеров, сложно, флешки полетели, Кенниса слышат, шпунь, Ой-ой-ой-ой, о-о-о, как же, хорошо! Кенис, просто бомбу бери, врывайся, ставь, не получится ставить, убивай вот этого товарища, не хватает времени, это какая! А он успевал же поставить, там было 6 секунд, он бежал до точки, до зоны, где можно было поставить плэн 4, и он решил просто поставить на месте. Ну в смысле, он увидел что 4, и понял, что уже что-то поздно, потому что у него, походу, не сработало, или там, ну, ты же знаешь, что бомба ставится, ты забегаешь, она, ты нажимаешь, она... Пока ее там поставишь, поднесешь к пленту И там вот это вот В плане вот это вот 250 миллисекунд задержки Перед постановкой какая-то странная иногда бывает Их не сразу реагирует Вот, ну, как бы, кто понял, о чем я Ставьте плюс, например, в чат Кто не понял, можете минус поставить 4.15, сейчас до шестерки G2 Esports Может, они доберутся Может быть и такое, но хотя авик имеется Глэйв снова на улице, видит Шокса Нет, пока не видит, Хаёшка прилетает А вот и Глэйв, а вот и два фрага Кеннис и Шокс падают, снайперская винтовка Легла 3 в 5 Для команды G2 Esports Французы, по-моему, доиграли Свой денюх Цмит на контакт против Гзипикса Бадди разменивает своего тиммейта Бадди, два фрага, сгорело хорошо Можно попробовать пойти дальше Экзистент жив, у него снайперская винтовка Легендарный капитан против Девайса Промах от одного и второго И это шансы для Экзистенса Против Николая Ритца, который Ну, где-то может ошибиться Ох, как было близко для Экзистенса И нет, Девайс Свапнув свой девайс Как бы это ни было, опять же, созвучно Но так оно произошло 4 из 16 в итоге и получилось Так, как бы это ни было созвучно Здесь Команда Астралис Ультимативный пик против G2 Esports Взяла свой денюк Победила в доминативной манере Как бы вариантов вообще нет Но Дедас мне понравился Это было прям достойно от G2 Еще раз повторюсь За G2 следите Будет интересно в плей-оффах Должно быть, по крайней мере Не должны сейчас как-то Вот не хочу сказать Проигрывать не то слово Расстраиваться, да То есть спокойно в четверти попали Должны играть дальше Должны, но у нас еще на этом канале Матчи не заканчиваются Дальше B.I.G. против команды Maiden in Brazil И это будет минут, наверное, через 15-20 Пока что можете пойти на Останавливаться